доброго здоровья дорогие друзья если у среднего нормального человека у каждого практически спросить хочет ли он хорошо жить ну и подавляющее большинство не задумываясь скажет да я хочу хорошо жить и как вы думаете что такое хорошо жить то есть всем понятно что относительность этого хорошо жить неопределенность да для того кто уже имеет миллион долларов для того хорошо жить может быть он в миллиард хочет кто ничего не метод заплаты до зарплаты живет тут хочу чтобы у меня там машина квартира блэмок ездить туда-сюда в общем материальное благосостояние чтобы увеличилась больной скажет да я хочу у меня здоровье было хорошее я жил продолжал жить но большинстве случаев все крутится вокруг денег то есть мир стал или был таким лишь как какую какое время продолжается сколько продолжает вот эта вся катавасия когда люди хорошую жизнь меряют деньгами ну то есть так было не всегда естественно и есть подозрение такие логические логические смыслы что все началось с рабовладельческого строя то есть тогда когда начался использоваться наемный труд не надо думать рабовладение как о цепях которые там на смотрищиках которые плеткой сгибают можно ведь и морально человека заставлять работы то есть ты не получишь денег если будешь работать вот тебе и вся плетка то есть все началось тогда когда появилась частная собственность и община частная община собственность вообще родовая собственность владение землей конкретно раньше до этого допустим где-то в районе четырех пяти тысяч лет назад частной собственности практически не существовало если не считать территорию какой-то своей хижины или даже в более развитых там где городская была цивилизация называется харапа да там уже пять шесть до девяти тысяч лет люди уже жили вполне нормально двухэтажные домики были в порядке вещей то что просто там глиняные какие-то да уже обожженные с обожженного кирпича то есть также в принципе индусы сейчас живут в принципе застройка ничем за эти тысячи лет не изменилось в поселках многих селениях так вот не было частной собственности не было проблем появилась частная собственность появились появились владения появились излишки излишки питания ну ты лишь к чинице и там все которые начали использоваться для того чтобы нанимать рабочую силу то есть кто хоть голодный приходите вот от работы получишь то есть рабовладение то есть не надо не надо обольщаться что мы живем иначе так было всегда прямое рабовладение это уже издержки так сказать современной цивилизации то есть раб если кого-то так корешек слова раб раб это это есть рабочий рабочие и сословия были лишены некоторых прав потому что они работяги или они гастарбайтеры обычно делать гастарбайтеры это вот сейчас едут с азии люди работать с африки в европу бегут работать ну и так было принципе всегда китайскую стену вы думаете кто китайцы сами построен нет это работали гастарбайтеры стена строилась для того чтобы стада оградить путь стадам которые которые была постоянная миграция то есть и люди ходили с этими стадами так вот людям давали еду за то чтобы они строили эту стену гастарбайтер и вот но при появлении после появления частной собственности после появления так называемая эксплуатация шутка эксплуатацию дайте деньги тебе эксплуатируют ты продаешься вот то есть и рабочий или служащий можешь служить появилась аристократия это примерно можно судить о появлении аристократии вообще в мировом масштабе по календарю тамилов юг индии живут и север шри-ланки вот у них более пяти тысяч лет назад началась кальюга то есть период плохой период извращения нрав вот кальюга значит вот за основу можно брать 5000 лет назад начались проблемы с дележкой земли и прописаны в индийском и по семнах обхара то есть там одни воевали с другими за наследство за ну вот это все описывается в мельчайшие детали то есть это натуральный индийский эпос индийская история так вот следом за появлением аристократии появились лиза блюды то есть появились появилась религия то есть не просто религия как таковая да а то есть религия в нашем понимании релига это лига общность как по футболе на телега вот так же есть лига релига это определенная общность которая сейчас допустим как христианство или там буддизм несла в себе какую-то образовательную образовательную модель так вот появилась также видимо 5000 лет назад может быть чуть позже появилось расслоение людей на касты так называемый варны касты это из латинской америки от вам в атлантиде это кастовое разделение каста называлась а в индии варна и получается так что теперь мы переходим напрямую к чем жили эти касты на то есть богатые имели возможность получать образование то есть брали себе учителей или находили учителей и таким образом получали образование что же это было за образование но прежде всего людей учили быть людьми то есть если посмотрим джунга джунга обезьян человек произошел от обезьян вот хануман ман даже есть хан манов людей обезьян то есть чем же не отличалась ну то есть чем человек отличается от животных он должен иметь меньше эмоциональных факторов которые делают его палатки рефлективными захотелось кушать он пошел начинать есть захотелось там что-то захотелось потратил бежит уже уже начались вводить ограничение начали создавать правила не убей не своруй не прелюбодействие то есть это все пошло исток и образование человечества то считалось что человек образовывать нужно минут таким образом с детства учить его как нужно вести себя по человеческому и это очень глубоко вышло допустим если судить по индийской культуре то высшая каста и так эталоном эталоном в индии высшего образования считается святость то есть там люди не отделена от образования она не соединяет так как бы единая целая народная такая традиция но есть западное образование отдельно западная тихо не техническое так сказать психологическое общение дерьмо такое страшное которое придумали только цыганчина спорта так вот высшим эталоном власти в аристократии было святость то есть человек должен быть чистый душевно духовно честность не врать отсюда пошло понятие честь у аристократов и долгое время считали аристократы что привилегий чистоты и нормальности взаимоотношений человеческих такое пришлось святостью что такое но это ясность ясность мышления ясность поведения нет животных мотивов нет зависти ревности злости и эгоизма такого всего она конечно есть народе но эталон себе несла именно вот аристократия и вот эта культурность честь и но вернее но но существовало с появлением религии а это значит образование божественность появилась божественность ну что такое бог бог богатство богатый значит и бог богами назвали еще и древней греции всех владык городов поселков любых если кто-то хотел и чиновников подлизаться он называл о божественный бог какой-то да действительно те у которых была абсолютная власть над каким-то определенным людьми и территориями тот считался богом то есть не было слова президент не было премьер не было совершенно политики и поэтому это в порядке вещей было то есть а уже абстракция божественной системы под названием бог гарни система образовательной потому что если мы будем говорить о том что в бог один день учил этот самый там появилась земля натворил до творил появилась земля потому и животное потом появилось она седьмой день отдыхал шить не вуть творил да она 7 отдыхала это естественно образовательный процесс то есть творить можно в головах людей такой язык куда творить в головах людей образы вот нет ничего у человека а если его заполнить вот появилась земля вот появились животные нужно название знает он уже это сам то есть образовательный процесс описывается в библии именно образовательный процесс и в дальнейшем бог это вся система образования может это было аббревиатура вернее это не было аббревиатура а прошла от брахманов понятия брахман потом через заратут к нам пришло уже бахман бога-человек бахман брахман человек бахман бога человек а потом уже и систему начали переделали стали называть систем таким образом вот честность если мы говорим она была присуща присущая только аристократии то есть врать у аристократов было не принят это ты не будешь аристократом если ты врешь это мелко вы примаете человек наделенной властью может быть может позволить себе быть честным может позволить и не врать не лицемерить о лицемерии мы речь на то есть лицемерие примерять другое лицо показывать другое лицо лицедейство вот эта игра может быть зачем начальнику врать зачем он просто вот или в царю зачем ему врать он прямо говорит вот наделенный волю властью и воли собственно личной воли вот те которые лишены воли рабы они должны извиваться так уже получилось что они крадут потому что кушать хочется ничего не имею чего-то смотрит у того есть мне не туда может украсть ну вот в конце концов начали создаваться религиозные общины благополучие да под этим соусом и они целые вернее изначально родовые общины они объединялись в касты как кости были бедные богатые все это угодно там была общая религия общее не то что религия смысле не нужно думать общий культ то есть и можно было кушать то-то-то-то-то нельзя было кушать свинину но почему нельзя кушать свиньи потому что она в индии мерзкая и вонючая животных на свалках и кушает всякую гадость то есть то что в конце концов нельзя есть мясо потому что мясо плохо переваривается и человек становится раздражительным а соответственно это эти наблюдения тысячи лет за тысячелетия образовали такую культ который вот этого нельзя кушать это кушает вот это тебе не повредить тогда нужно кушать вот периодично все то есть свои традиции нужно обязательно там ритуалы соблюдать то есть для того чтобы человека к культу приобщить нужно общее соблюдение ритуалов все делали в одно и то же время там по времени допустим одно и то же поклонение кому идеалом каким-то идеалом красоты силы неважно но главное поклонить вот а вот или минора дал такая 7 7 свечек это символ семидневной недели каждую неделю зажигали свечку и когда доходило спасение свечка уже тогда люди отдыхали вышли все такое то есть это старая старая и старая традиция вот но со временем людей становилось больше и больше то есть требовалось рабочая сила по и приходили новые люди и они уже считались вторым сортом до третьим вторым словам всегда они практически не смешивались с высшими кастами также как у нас сейчас да то есть нереально работяги жениться на какой-то девушке из богатой семьи потому что просто культурная пропасть огромная пропасть даже несмотря на образование до что в начале школы просто у людей разное мировоззрение они могут только на половых каких-то темах сойтись и потом просто разные потребности возможности разные кастовое разделение она сейчас существует так вот если мы посмотрим на диску культуру то понятие честность там осталось до сих пор и если мы если просто пойти поехать в индию и познакомиться с людьми каст выше карта там девушки ходят они когда в руках не держали там лопату они просто жена генерала дату сюда подливать свои цветочки на чуть-чуть всегда под шафе вот она но просто а возможно даже алкоголь не пьют просто у них посмотришь такое впечатление что вот действительно будто на она летает она божество этим людям они живут в том раю который описывает религия то край где нет тревог где нет забот где есть просто жизнь который течет рекой спокойно и ясно ну вот так вот этим людям считалось очень легко быть честным то есть собрать это просто в этой среде немыслим это среда это такая магия потому что именно чистота ясность сердечно когда человек не врет уме в нем не знаешь что такое другой человек которым который скажу встречать вопросов все его эмоции все-таки звериные чувства не пролетает и он становится послушным как огненок потому что он попадает в утро они тоже хочется он чувствует уважение и почтение на этом держалась религия многие многие века и вот ну если вы знаете да в россии допустим офицеры они там честь стрелялись пушкин стрелялся там задам то есть они поддерживали это пытались поддерживать но и помните как потом уже этого дон кихота и санчо панца санчо панца оказался рациональным мудрым человеком который знал цену деньгам знал жизнь дон кихот дон кихота вы смею фарванте что он такой простоватый дурачок так вот средневковики до того рыцаря еще били за прекрасный да постепенно постепенно вот эта культура аристократическая начала заменяться на мещанскую власть то есть все эти сети католические то есть те которые католики то кто такой такие дите которые соединились с аристократией фактически выбирал нас младшие дети которым не доставалось на советство аристократов они могли выбрать себе такую карьеру в религии до католической и могли стать священниками потом до кардинала в зависимости от того какой крут как крут папа вот и вот это аристократическая система она в общем растила таких людей честных и все хорошо работала система работы но пришли так называемый протестант и связи с аристократией абсолютно не было никакой нежели общинами они собирали вся всех отверженных то есть собирали это это было по всей азии это было в индии такие шрамы и были это было в египте началось это цивилизация не нужно думать они там где-то одна долго существовал египетская тут ничего не будет все она как бы распространялась такими волнами здесь началось здесь подъем цивилизации одной египетской допустим здесь индийской уже так как бы отходит в сторону на рабочие все но здесь сейчас нам акцент делаю что пирамиды начали строить чудо света чтобы выделиться что мы самая крутая цивилизация как и небоскребы сейчас что-то сделать оказывается уже небоскребы и мы смея есть там это уже все то есть отходит цивилизации эти волны гулять но и вот так называемый либералы либерал протестанты сетевая вот такая вот торгашеская организация родовая которая по всему свету цыганами шлялась туда придет там откуда выгонят но если кто читал программа там потом в общем основательно вам иудаизма христианство и все ислама всех религий едина божия так вот вот это едино божия но в принципе начиналось всегда как сеть община то есть ходит учитель вокруг себя учеников набирает и рассказывать им как нужно жить потом это все выросло собственно это только также появились только они потом уже время с аристократией срослись и вот этот пандем продолжался до так называемого ренессанса то есть когда эти протестанты иуда протестанты торговый люд которые деньги умели зарабатывать они просто собирать дань с этих срабов за то что они там пашут сеют и их просто держат в состоянии нормальности то есть религия это образование прежде всего то есть образовал как образует так и будет так вот пришли протестанты и началось так сказать мучение брожения началась борьба за власть так вот эта борьба за власть кончилась тем что религию убрали во второй план то есть это как как республиканцы и демократы сейчас нам две партии 1 потом демократ еще забирают власть забирают постепенно и потом демократов и республиканцев вон когда-нибудь выгонят и получится опять же коммунизм такой своеобразный капиталистическими привыкли все коммунизм буржуи всех убывает он также что так может случиться что просто напросто всех республиканцев жестко там революция это произойдет очень то власть захватит вот и решать папа всей системы так вот в один прекрасный момент когда протестанты начали там свою деятельность революционную по захвату власти по созданию их общины разрастались вот они использовали способы различные то есть один из способов это предрассудки то есть распространение предрассудков обещания то есть политика вся как возьмите сейчас вот это то же самое то есть людей таким образом совращали а главное задача была аристократов подтянуть обедневший аристократ дать ему денег и он будет как бы твоим языком то есть протестантам иуда протестантами евреями так сейчас их назвать и время никто не знал чтобы еврей до того как в россии не появилось это название благодаря мураль уже в нашем вот жиды иуда так вот они были лишены прав потому что они начинали захватывать власть кому нужна конкуренция никому так вот начали действовать с помощью аристократии младшие сыновья аристократические брали в долг иногда не отдавали иногда могли там говорить на то есть выгнать когда надавали много долгов начиналось в обществе бурление и начинали бить этих бедных иудо протестантов которым можно было христианам нельзя было давать в долг а вот иудеям можно протестантам тоже можно было без проблем заниматься такими вещами вот и что что случилось то есть честь исчезла аристократ аристократы уже стали смешными санчапанцы начали править этим миром вещами вот из тех пор чести нет и сейчас мы живем в мире где в принципе рождаются новые боги то есть мы видим что один процент населения один процент населения так сказать владеет прибылью всей планеты то есть вернее один процент 99 процентами прибыли владеет остальным проценте к это дают раскидать ну там есть определенная градация но она не столь существенно вот и получается что да эти люди новые боги они могут быть даже в очень даже искренними людьми нормальными то есть владельцы фейсбуков гугли разных микрософтов они в принципе считают себя нормальными людьми у них нет плохих мыслей они всегда хотят добра для планеты прежде всего они же боги они заботятся уже обо всех а прежде всего их естественно заботят и прибыли в этом кроется большая проблема и так называемая гипокризия оттуда начинается потому что власть у них значит ну что главнее здоровье каких-то людей или миллиарды прибыли для своих фирмы в этом отношении помогает очень научный институт который создают концепции то есть понимаете политика это как бы служащие менеджеры богачей до этих сам образовательная система сейчас современная это тоже менеджерский состав который еще к тому же образовывает воспроизводит эти самые кадры так правящие кадры и вот смысл этой системы в том что да вверху у людей может быть честь пытаются как бы быть честным но другой стороны их ставят в условиях когда когда им приходится решать или же они лишатся карьеры и денег и можно каким-то образом принять какое-то мнение которое создано научным институтом или политическим институтом все равно политики ведь они проходят обучение в учебных высших учебных наведений поэтому это одна вся система система образования нельзя исключать и вот с чиновничьей системы если их в системе образования есть либерализм так называемый значит им заряжены и чиновник но и берлин это принципе то что работает на развал это революционеры которые развалили в том в россию двадцатом веке сейчас пытаются развалить это потому почему такая вот такие милые хорошие все вот них не понимают плохие русские вот они такие сики но смысл в том что лицемерие и лицемерие маску надевать это корпоративную маску надеваешь корпоративной маску то есть если ты госслужащий ты должен следовать политике если ты какой-то секте любезно хочешь ты должен следовать учению иначе ты будешь вышвырман от этой системы и чиновники держатся за свои кресла поэтому их учат говорить красиво вот и что очень интересно что x чиновники они поют совершенно другие песни мы видим там австрийские x там германии какие-то x все которые занимались должности определенные они пели по данному букву окажется что они вот как бы прозревают да вот реальность реальность такого что вот эта система лицемерная почему потому что нужно 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 кушать все хочется кушать обеспечить семью дальнейшую карьеру для того чтобы это делать нужно соблюдать партийную дисциплину ты лишь как вступая в партию ты лишаешься права собственной воли и лишаешься чести вступая в организацию государственную становясь чиновником ты лишаешься собственной права собственного мысли ты полностью должен выполнять приказания чиновников вот если эти чиновничьи приказания вдруг окажутся ну политизированными слегка ты не имеешь права даже пикнуть иначе ты выйдешь то же самое сейчас творится в медицине до коронавирусная система запустили огромные деньги это все все понимают что это заработок главное денежки и что теперь врачи должны петь под эту дубку вакцинировать вакцинировать хотя а те которые скажут что-то против скандал скорой помощи не буду там то есть скандал не хотят вакцинировать вот какие они нехороший на них сразу собак стравливаю всех то есть человек который стал за правду фактически он изгой война ты сам еще боем то есть и не наш ты не в системе ты должен петь а раньше была честь раньше в россии роды жили по чести там свой не свой если ты говно если ты занялся этим сам по тебе просто к ответу при это самое старший отец призовет к ответу что же такое если там серьезно преступление накажет если вообще пошел служеб сюда или там лицемерный стал выгоняют из 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 рода то есть шел вон свидетельство есть что в сибири еще в восемнадцатом веке какой какой-то там швед попал он описывать систему что как бы как он говорит как бы глупые не были эти глупы до написывать людей недалеких русских как недалеких и глупых но у них не было чревоугодия то есть обжорством не страдали не умели врать не умели лицемерить были простыми нормальными людьми то есть он такой изысканный швед считал что это глупость то есть нужно быть крысой в этом мире чтобы маневрировать чтобы не быть глупым простым человеком быть в этом мире очень очень нехорошо должен быть гибким так называемым лицемерным лица сменять маски одевать 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 улга и вот эта ложь пришла все лгут все лгут а как система действует копеечку кидают сверху этот дяденька и менеджеры так ручки расставили а эти копеечки распадаются на множество менеджеров и они начинают работать рвут и мечет система тебя сотрет в порошок потому что среди этих менеджеров найдутся такие которые не знают а вообще сложно найти человека сейчас их учат как обманывать клиента как подходом 20 заповедей менеджера как обойти быть лицемерным маску натянуть даже если ты пофиг на тебя с этим клиентом ты должен научиться быть ласковым с ними хорошим и на западе естественно все продавцы очень хорошие ласковые а у нас до сих пор продавцы так сказать прямые если ты говно тебе скажут что это говно что лучше быть прямым или кривым тоже каждому выбирать но у нас же сейчас нет простоты такой явной у нас часть отсутствует честность отсутствует люди кстати сердцу можете ли вы быть честны в семье полностью то есть ну что вас заставляет врать муж врет потому что там где-то с приятель на вышел в этом начинать рисовать а зачем вот неужели просто смысл этому подавляться животным то есть рабам это общество рабов создали потому что традиции с детства такой ясности беспроблемности только в этом обществе может быть среди с этой среде аристократов не так считали и это реально так у нас придумали сейчас допустим любезную жизнь да когда ты можешь отойти от мира всего где-то в кельве спокойно работать и то есть и не тогда не должен брать и там можешь найти покой то есть религия взяла и приватизировал эту как бы возможность святости себе то есть а светской науки никто не учить чести честности то есть нет у нас в обществе такой науки и запад нужно тоже вообще молчит а честь и честности там нет такого понятия и вопросов фу она не нужна она вмешает представьте что если вы уголовные дела за ложь заводили это с ума сойти можно было всех политиков нужно было посадить они говорили что нет я правда правду я прав и также все говорят найдите попробуйте найти того как говорится я лгу я поставил я лжец в конце концов люди почему-то выбирают эти партии постоянно 1 что-то не нравится уже другую выбирать обратно вот так вот колесу это крутится крутится для лохов а все как белки не работают с 8 до 16 8 часов и вот а это колесо крутится мне они честности нет это будет крутится нужно вводить в этом мире хотя бы сейчас россия встала на дыбы да вот она противится что вот это наползание вот это юда протестантского влияния потому что реально нужно понимать честно говорить что тот мир который запад называется он иуда протестантский существует католическая европа но она тоже поет песни гомосексуальные уже иуда протестантам которые не устоят да у них там осталось там латинская америка а европа уже все проиграно читать они просто сольются в конце концов разрешат гомосексуализм там браке сначала первый шаг потом священники католические которым нельзя им разрешат ради бога свобода так свобода все к этому придет то есть развалится этот католицизм его просто поглотят со времени хотя это сейчас мозг мощные институты и они не собираются сдавать позиции это такой партия в оппозиции но наезд на россию таким образом от этого где 50 президентов из 51 были протестантами байден который сейчас на тяжелые времена поставили порулить так сказать им руля так ну вот вот католик смотрите чем на руле придурок потом вот и кеннеди убили на которого завалили просто напряжен как непорядок дали католик влияние папа римского в америке это там больше 30 процентов католиков так себя называют поэтому вот честность проигрывать лицемерию корпоративному а корпоративная лицемерия разрастается разрастается потому что система ты не выиграешь потому что людей ты не выбираешь тех которые знают от тех которых тебе рекламируют за деньги рекламной компании что это огромный денег вот и если бы были органы самоуправления и ты голосовал за вот этого братка который вот с тобой рядом работать или кто-то его знаешь здесь тебе заставляет политизирует ты должен думать о каком-то человеке который ты видишь только в ящике по телевизору и в конце концов там очень система тупо глухая без отзыва люди ну ядные я лично мое мнение я считаю чтобы что чтобы понять поднять этот уровень чистоты морального общества честность нужно подключать тех которых засадили в традициях тюрьмы таких воров закона которых воров ворами называли раньше не назвали ворами сейчас воры в законе хотя бы много называют вражей то есть это люди которым нельзя иметь материальных ценностей вот эти авторитеты которые реальные авторитеты идеально создают как бы подпольная жизнь в россии не только в россии до на всей территории по советскому просто они создают подпольную жизнь и в идеале они как бы до идут их их культ идет с до христианской эры то есть это арийский старинный старинный который потом засадили не дали передвигаться волхам да представьте что если ввести припасное право и ты должен сидеть я должен быть хозяин обязательно должен быть хозяин и бесхозно не можешь быть таким образом победили этих волхов культ который образовательный огромный был многие тысячелетия и даже десятки тысяч лет существовал этот так называемый драматический культ где который учил людей жить по пониманию то есть по понять это по понимать о чем речь если не говоря слова и не понимают смысла слов да как бы на слуху все спроси что это такое слово за слово человек на многие ответы вопросы не найдет ответов со своих же слов нельзя чтобы люди жили без понимания программирование школьное программа это все техническое это нужно до определенного уровня чтобы человек имел или если не способности был организатором или же химиком или математиком да это нужно прикладное все нормально но понимание понимать в обществе нужно вводить почему такая война с мир по понятиям почему демонизирует этих ворот это нормальные люди просто не поставлены в условия оппозиция так же как католики поставлены сейчас в оппозицию иуда протестанты вот если бы померить вот это все до прийти к согласию они против системы они понимают что любое политическая возня сделает из них фрейру дебилов лжецов мир такой мы живем в этом дебильном мире где все врут и тут же оказывается всем интересно так как x говорят да пожалуйста вот хотят украину забрать и эти богатейшие люди боги западные олигархи иуда протестанты самая богатейшая да у них программа такая есть они вложили деньги 5 миллиардов на образование уже сотни миллиардов на другие на за покупку земли и там налоги на на войну все они дают огромные бабки мы все являемся свидетелем и это все все будет продолжаться ну уже давно нужно было такой пример то же самое было в индии когда британцы оккупировали там хозяйничали вот как не туда ушли до хозяйства остановилась просто так и не этот махатма ганди намутил народа вот ребята не будем сотрудничать с ними и все на хрен они уберутся на со своими интересами оставят в покое у нас появится своя аристократия старинная свои традиции свои эти самые так вот чтобы с украины убрались эти интересы просто нужно было уже давным давно отключить электроэнергию и не на зиму а летом просто-напросто с самого начала интернет все сети все это просто перестать не дать возможность людям на мозги они конечно обеспечились тем что они сделали общины самоуправления и турчина туда засадил своих людей да то есть это уже партийная корпоративная такая община протестантской они там работают они работают реально активно не создают из молодых людей молодых людей даже не делает протестантов они прозападную политику свою право проводят то есть вот на разных уровнях религиозный политический сми образование наше образование либерально потому что система то туда потому что там наука культура тоже оказалось набираем вы как никакой никакая неожиданность да кто платит вот и заказывать музыку создать собственную систему это подвиг будет но начать нужно не понятно что хорошо создали вертикаль власти теперь полномочия как бы все система держится в штатах тоже система хорошо работать на такую же нужно но если мы хотим не уподобиться их им нельзя этого делать мы должны внизу дать власть народу народ это старая старая традиция давайте договоримся что судебную систему как эти само разделение судебная система будет у народа и он сам будет решать кому судить и как а за экономические преступления не сажать в тюрьму а отправлять на далекий север инвестировать там строительство инфраструктуры во благо родины вот выход из положения то есть все кто ворует всех кто это сама отправлять туда сколько там у меня 5 должность давать к его сначала в руки потом докажи и пускай строят будущее распустить нахрен все тюрьмы и тоже отправить туда оставить только не вменяемых психически это самое постепенно постепенно праве дать этим ворам в законе узаконить их дать им власть искать вот вот вам рестораны всего это публичность вот эту жизнь публичную здесь должен быть порядок если будет преступность то все вернется на свои и чтобы они все соблюдали здесь будет идеальный порядок всех преступников сами они за это сами они будут получать свою десятину на общак на порядок общий российский а бизнес который отдельно как бы существует большой бизнес он должен в проекты вкладываться в большие денежные вот внизу когда честь появится когда фраерство становится станет стыдным постыдным то есть слово фраер понты понтифик это вот религиозные товарищи которые голодные как саранча налезли на россию пытались сначала предрассудки черные кошки туда в воде или там туда не пойди там нет башка попадет а потом начали уже грузить по это сама всем кушать хочется до посту чем больше людей ты мозги им заслешь системы тем больше чем очень живут так вот чтобы россия пошла своим собственным путем нужно вернуться к корням и объединить то что имеем и и и дать возможность самоорганизовываться людям и тогда никакая хренотень не заползет сюда наоборот просто эта система покажет свою жизнедеятельность когда народ станет честен когда врать станет просто фрайская постыдная и будет смешно сами люди должны ложь ложь искоренить только нужно дать им возможность потому что у нас есть тот ресурс вот собственно такое мое мнение о современном мире лжи лицемерии и отсутствие честности людей отсутствие примеров людей которые не врут религия ничего не говорит о честности потому что они грузят грузят сами это опасно это опасно очень опасно поймают на лжи ну как за языка политики врут постоянно бесконечно врут жены врут мужья врут дети врут все врут нельзя же так жить это же это же просто на вас сумасшедший дом мир иллюзий нет счастья люди живут в улюзорном халлюциногенном мире когда ты веришь тем кто тебя используют и те которые просто на каких-то причин привыкли с детства брать и жить с этими людьми быть во лжи это вообще вот такое мнение мою так что друзья подумайте ложь во благо такая вещь скользкая честь должна быть детей детям не честно относиться потому что все эти подростковые возрастают все проблемы с подростковым только из-за того что люди перестали быть авторитетами нужно лживые мелкие и у них отсутствует воля не должны выкручиваться у них на них груз ли не лежит потому что рабы всегда ленятся них нет так сказать мотивации творчеству они рабы работают не творят поряд только боги так сказать это интересно эта игра играться с с рождением заниматься любимым делом как месси да это счастье большое остальные мучаются они живут живут во лжи живут в выкрутасах страданиях это страшный мир страданий получается и каждый себя внушает и хочет чего-то хорошего спроси у каждого хочет ли чего-то хорошего да хочу но ты знаешь как это хорошее нужно добиться ты знаешь чего ты хочешь тебе даже денег больше и счастливых не станешь не станет хорошо да на секунду тебя станет хорошо ты почувствуешь а потом у тебя придут новая проблема и не в деньгах часть все хорошего следующем